Читал в Японии стихи свои, на языке родном, в огромном зале. О чём стихи спросили? О любви. Ещё раз прочитайте, мне сказали. Читал аварские свои стихи в Америке. О чём они спросили? И я ответил честно, о любви. Ещё раз прочитайте, попросили. Знать на любом понятной языке стихи о счастье и тоске и о твоей улыбке на рассвете. И мне открылась истина одна. Влюблёнными земля населена, а мне казалось, мы одни на свете. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня, 8 сентября, всё литературное сообщество России, да что там Россия, во всём мире, отмечают 100 лет со дня рождения народного поэта Дагестана, выдающегося литератора, поэта, публициста, видного общественного деятеля Расула Гамзатова. Творчество Гамзатова сложно переоценить. Ведь недаром президент Российской Федерации Владимир Путин объявил год 2023 годом литературного наследия Расула Гамзатова. Сегодня и в нашей программе мы будем говорить о Дагестане и о творчестве великого мастера. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, мы вернёмся через минуту. В Карачаево-Черкесии в горах местами кратковременный дождь и гроза, ветер северный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 11-16, в горах до плюс 10, а днём 21-26 градусов тепла, а местами до плюс 18. В северных районах местами чрезвычайная пожароопасность 5 класса. В Черкесске без существенных осадков ветер северный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 13-15, а днём 23-25 градусов тепла. Уважаемые друзья, прежде чем в этой студии я встречу своих утренних гостей, мне захотелось узнать, а знают ли мои коллеги, творчество Расулу Гамзатова. Помню его патриотические стихи и памятник неизвестному солдату. Ты небу известен земле, что своей так щедро ты полил горячую кровью. И честь воздают тебе волны морей, леса и сады, что взрастил ты с любовью. Как он с большим уважением описал то, к чему мы все должны стремиться. Уважать историю, помнить, чтить. Ну и про дружбу. Это стихи, которые остались ещё с каких времён в памяти. Если верный конь поранил в ногу, он споткнулся, а потом опять. Не вини коня, вини дорогу и коня, не торопись менять. Наше сокровище – силу и смелость. День отнимает от нас, уходя, и остаётся спокойная зрелость, бурка надетая после дождя. Бывает в жизни всё наоборот. Я в этом убеждался не однажды. Дожди идут, хоть поле солнца ждёт. Пылает зной, а поле влаги жаждет. Приходит приходящее не в срок. Нежданными бывают зло и милость. И я не ждал, и ждать тебя не мог. В тот день, когда ты в жизнь мою явилась. И сразу по-другому всё пошло. Стал по-иному думать, жить и петь я. Что в жизни всё случиться так могло. Не верится мне два десятилетия. Порой судьба над нами шутит зло. И как же я, мне просто повезло. Если сердцем стали вы суровы, будьте, дети, ласковее с ней. Берегите мать от злого слова. Знайте, дети ранят всех больней. Ну что ж, дорогие друзья, добро пожаловать на программу «Доброе утро». Я с большим удовольствием хочу познакомить вас с гостями нашей студии. Это Магомед Магомедов, полномочный представитель Республики Дагестан в Карачаево-Черкесии. Почётный гражданин города Карачаевска. Доброе утро, Магомед. Доброе утро. И известный в республике, и, скажу честно, за её пределами, актёр, режиссёр, заведующий отделением актёрского искусства Колледжа культуры и искусств имени Даурова Аслан Астежев. Доброе утро. Доброе утро. Большое вам спасибо, что вы нашли время, пришли к нам в студию, потому что повод, я считаю, замечательный. 100 лет со дня рождения великого, великого, не побоюсь этого слова, Расула Гамзатова. Будем говорить сегодня о связях с Дагестаном. Будем говорить о творчестве великого мастера. Магомед, я знаю, что в сентябре у вас есть своя знаменательная дата. 20 лет, как вы работаете, живёте в Карачаево-Черкесии, и всячески способствуете налаживанию связей между нашими двумя республиками. Да, есть такая. У нас 19 сентября будет 20 лет, как меня назначили указанным государственным советом Республики Дагестан на должность представителя Дагестана Карачаево-Черкесской республики. Скажите, пожалуйста, а в чём заключается ваша работа? В чём состоят эти самые связи между нашими двумя регионами? Ну, между нашими регионами подписано было в 2001 году бесочное соглашение о торговом экономическом, научно-техническом и культурном связи, ну, на отношениях. И буквально в прошлом году это соглашение было обновлено по нашей инициативе и подписано новое соглашение, такое же соглашение, новое, но с доработками и дополнениями между нашими правительствами. Это подписано было главой Карачаево-Черкесской республики Демлезовым Расчетом Бреспевичем и Сергеем Лемовичем Мерековым. Вы сейчас сказали, что я почётный гражданин города Карачаевска. Мы начали свою деятельность именно с Карачаевского городского округа, потому что мы предложили им попротаться, подписать Парапатинский договор с городом Дерметовым. Ну, это такой же город, ну, место, ну, в Дагестане, где развита был тогда и шаг, конечно, туризм. В Карачаево-Черкесской республике это Тибердадамбай. И мы вот подумали и делали предложение, написали официальное письмо тогдашим главам этих городов. И они приняли наше предложение. Был подписан такой же договор. И обменивались делегациями. Они уделили то, что в Дагестане тоже. Наши дагестанцы уделили то, чем можно здесь, что можно здесь уйдить. Потом мы обменивались бесплатным отдыхом детей. Детский отдых организовали бесплатно. И туда входили дети малым имущественными, дети, которые остались без попечительства. И, конечно, были, ну, социальные не за что. Нет, мы были еще, конечно, и отлично учебы. Вот целый Икарус, целый большой отоборот детей. Мы обменивали наши дети дагестанцы отдыхали здесь, теперь до Дамбаи. Дети из Карачао-Черкетии отдыхали на берегу Каспийского моря. Каждая сторона принималась на себя, допустим, все расходы принимала. Вот эта принимающая сторона. И у нас это обменивалось уже, ну, это последнее у нас такое обменивалось, состоялось в 22-м году. Вот сейчас я бы хотел бы, вот здесь, по-другому, сказать, выразить работникам, сотрудникам национальной библиотеки имени Халимата Байримуковой в лице Салаха Иисовича Павчаева. И особо хотел бы отметить которые занимались этим уже 10 лет, мы отмечали здесь 90-летие тоже, Канжатова. Есть такая Дарья Черкесова, Наза Батыровна, вот эти движения, которые этим занимаются. Просто о санях фамилии я не помню, поэтому говорю. И, конечно, хотелось бы, конечно, напомнить, под этим случаем передать слово благодарности колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова, Фатима Хасановна, директора, потом Заремина Нурвина, Карданова, которая, она, тем более, мы ее попросили, чтобы она была нашей помощницей на общественных началах, и она нам очень много помогает, очень много помогла. И еще, конечно, особо хочется отметить работнику, сотруднику Хабейского муниципального района, именно Дома культуры, которые уже более 10 лет этим занимаются, и каждый год они эти мероприятия проводят. Но в этом году мы с них, мы там начали... Год столетия Гамзатова. Да, Год столетия Гамзатова. Потому что Украина в России знает, что есть указ президента Российской Федерации, номер 383, чтобы во всех регионах Российской Федерации провели мероприятия по юбилею с улетелем Расулу Гамзатова. И мы вот, так получилось, что мы этот год открыли в Хабейском районе, очень хорошие мероприятия провели. И мы с ними договорились, закрытые годы тоже будет там у нас. И потом у нас хорошее мероприятие прошло именно по нашей просьбе, ну, по не знаю, по желанию это студентов медицинского института Северококазово-Газбородственной Академии, где учатся более 200 человек из Дагестана медицинского института учатся. У нас и сами студенты, они были и регистерами, они все они сами делали, они выступали, читали даже были, даже там были прочитаны иссяхи на иностранных языках, на аварском языке, на аварском языке тоже было, но на родном языке Камзатова. Тоже хочу передать вас благодарности и, конечно, Карачаево-Черкесский государственный университет имени Варалиева, городе Карачаевске, которые провели тоже такое уникальное мероприятие. Магомед, я вот вас хочу спросить. Ну, вопрос такой, с подковырочкой. Ну, не то, чтобы где больше любят, а где больше, может быть, читают или знают творчество Камзатова. В Карачаево-Черкете или в Дагестане? Я это всегда, я, как мы провели мероприятие 90-летие Расул Камзатова в этом библиотеке, тогда здесь прошел конкурс. Среди всех библиотек республики. И финал был здесь. Мы, ну, тогда просто доступны были его книги, сейчас их нету, просто их достаточно. Мы каждому финалисту мы вручили правительственный пакет с книгами Расул Камзатова. Это было уникальное мероприятие, которое мы провели здесь. Я с тех пор, это к чему говорю, с тех пор я говорю, что Карачаево-Черкесия Расул Камзатова ценят, уважают и любят больше, чем приятно. Я это и нашим дагестанцам говорю там тоже, потому что здесь мы же видим, какое отношение, как ее здесь ценят. Я в ходе случаях хочу передать, Галина, вам эти книги, это называется книга «С любовью к Расул Камзатова». Мой Дагестан это книга, которая мы хотим за ничего подобного в моей библиотеке нет, и это такого дорогого стоит. Я вам очень признательна. Спасибо огромное. заслужили. Вы больше заслужили, но это просто малая часть того, что мы можем. Спасибо. Но я не могу сегодня не спросить вас, не попросить вас почитать, почитать стихи, может быть, у вас есть любимый, а будет вообще классно, если это будет звучать родная речь Гамзатова. Я попробую. Я тоже, конечно, сам аварец, и у него есть такое стихотворение авармац. Это родной язык авармац. Он аварский мать. Стихотворение называется авармац. Это авармац. авармац. Ой, господа, такой речи в нашей студии еще не звучало. Удивительно. Это просто длинное стихотворение. Я просто прочитал пару комплектов, поэтому... Ну, а в переводе о чем говорится? Это переводы, это стихотворение, чтобы ценили и уважали свой родной язык. Магомед, я думаю, вы понимаете, насколько ценны эти мысли, заложенные в стихотворение и насколько они понятны для нашей многонациональной республики, для каждого, кто говорит на родном языке, на языке своей матери. Спасибо вам большое. Спасибо. А вы знаете, что рядом с вами сейчас сидит Расул Гамзатов? Расул Гамзатов. Да, мы даже ему вручили нашу отчетную грамоту, он участвовал на наших мероприятиях. Да, уже не раз участвовали мы в мероприятиях. Я ему очень благодарен, очень хорошо играет. Я потрясена, Аслан, таким выбором и таким твоим решением, что ли, взяться за эту роль. Уважаемые телезрители, я вам поясню, что Аслан Астежев сыграл Расула Гамзатова в постановке Черкесского театра. Я тебя прошу, расскажи, пожалуйста, об этом. Ну, это действительно как бы, ну, я считаю, что это большая честь. Лично для меня это большая честь по одной простой причине, что, как говорил сам Расул Гамзатов, дома, говорит, в Дагестане я аварец, в Москве я дагестанец, а когда я выезжаю, говорит, за территорию Родины, говорит, я русский. Поэтому, как говорил он сам, я сын всего Советского Союза. Поэтому это такой же нам родной в Карачаево-Черкесии поэт, как и во всем Советском Союзе и во всей России, как он был. И решиться на эту роль, меня просто, вы знаете, как говорится, поймали в тот момент, сказали, надо срочно это сделать. И я не успел, скажем так, как-то опешил, и может быть это было и правильно, потому что это такой пласт, это такой человек, это такая махина, по-другому не скажешь, это такой всеобъемлющий человек, которого уложить вот в полтора, два часа времени спектакля не получилось. По-моему, не получилось, поэтому я надеюсь, что это только вот начало работы по его творчеству, мы, вернее, был взят, Зурабам Бимурзовым был взят аттестат зрелости и по его, вот по мотивам аттестата зрелости была написана пьеса Шахри, о его первой несбывшейся любви. И очень интересное разрешение спектакля у режиссера Анзура Имкужева, наш гость с Кабардино-Балкарии, который ставил этот спектакль, то есть это через воспоминания уже возрастного Расула Гамзатова, когда он с высоты своего накопленного опыта, с высоты времен, как бы внутри, вот переживая внутри своей памяти, чуть ли не напрямую общается с собой молодым, с собой ребенок, это очень интересное разрешение, вот, и ну спектакль получился замечательный, очень трогательный, там такое интересное решение было, там играет экспериментально, мы попробовали теневой театр тоже, то есть где у него идет через тень общение с матерью, то есть как бы чуть ли не рука к руке, когда мать сидит возле люльки, ну это такие трогательные моменты, вот, поэтому это, ну, я считаю, что мне просто повезло, что я вот в тот момент, в нужное время оказался в нужном месте. А как ты работал вот этой ролью? Ну, честно скажу, Галина, с Дагестаном я знаком очень давно, с самого детства, речь, аварскую речь, о, непосредственно, о Гамзатове, то есть я слышал с детства. Потом, скажем так, мое увлечение Михаилом Лермонтовым, когда вот переросло к увлечению к нашим родным авторам, то есть к тому же Расулу Гамзатову, безумно меня влюбили, конечно, строгие журавлей в него, но потом, да, потом, когда, чуть повзрослев, став юношей, все-таки у нас на Кавказе как там вот мы внутри держим, да, свои чувства по отношению к женщинам, но так красиво, так возвышенно, как он подает свое отношение к женщине, я, честно, я не знаю, вот кто у нас из наших авторов, и при всем при этом, помните, да, у него, наверное, строки, эх, нынче современные поэты молчать предпочитают о любви, хотя ими компьютеры воспеты, как божества, что созданы людьми, мы сейчас больше увлечены, вот, как он сказал, его переживаниями, то, что мы больше в компьютере, чем живым отношением, которое ценится всегда и будет цениться во все времена, почему театр, потому что это живое общение со зрителем, это живое общение с партнером, это глаза в глаза, это то, что никогда не передать с экрана, к сожалению, вот, вот, из, из, из вот такого багажа, которое с детства вело, видимо, меня к этой роли. Вот случайность и не случайность, и ничего в нашей жизни не происходит просто так, вот, наверное, надо было тебе досидим, дожить, чтобы, может, в таком зрелом возрасте, будучи профессиональным актером, режиссером, взяться за такой серьезный ролик. Я честно считаю, для меня это большая честь такого великого человека сыграть. Очень, очень хочется посмотреть, и чтобы наш зритель получил такую возможность, чтобы было больше информации, такого афишного плана, что ли, чтобы была публика готова к походу в театр, в настоящий театр, на настоящую серьезную работу театральную. Спасибо вам огромное. Спасибо. Мне очень хочется в завершении нашей встречи сказать, сказать, что наследие Гамзатова, оно бессмертно. И очень хочется верить, что ни одно поколение, которое придет после нас с вами, после наших детей, внуков, правнуков, оно будет любить этого человека, будет любить его творчество, его стихи, которые, я даже не знаю, с чем можно сравнить, особенно стихи, которые проникают в самую душу к женщине. Вот абсолютно ты правильно заметил, что о женщине, как он, наверное, никто еще не написал. Спасибо вам большое. Я буду рада видеть вас в нашей студии с новыми историями, с новой информацией, нужной, полезной, актуальной. И, если позволите, я поздравлю вас со столетием великого автора, со столетием великого Расула Гамзатовича. Гамзатова. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч. Друзья, на этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам провести ближайшие выходные за книгой, за чтением. Знакомьтесь, открывайте для себя Расула Гамзатова. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok.